Премьера долгожданного фильма Creator The Past, в котором Димаш исполнил космический саундтрек, состоялась. Что сказал главный режиссер фильма Пьер Джузеп Пезайя? Все подробности в этом выпуске. Привет, друзья и гости канала Алга Петербург. Я, Саша Карельский, рад открыть для вас неделю хорошими новостями. Все мы очень рады, что премьера картины, которой приложил руки, простите, голос Димаш Кудайберген, состоялась. У нас в распоряжении оказались уникальные кадры с премьеры фильма. И самое главное, нам удалось расшифровать, что сказал режиссер картины Creator The Past. Алга! Спасибо! Целую всех! Я действительно очень рад видеть так много людей в такое неудачное время. Это как-то необычно. Далее режиссер поблагодарил людей, причастных к этому проекту. Особый акцент сделан на количестве спецэффектов, в фильме которых, к слову, более полутора тысяч. Также мы узнали, что монтажом фильма занимался именитый мастер Уолтер Вальпата, у которого за плечами такие работы, как «Звездные войны», «Интерстеллар», «День независимости» и другие. Напишите в комментариях, если смотрели что-то из перечисленного. Еще Пьер Джузеппе добавил, что в дополнение к своей режиссуре фильма он взял на себя смелость добавить целых 75 музыкальных треков в картину. Да-да, вы не ослышались, их именно 75. Так что для тех, кто пойдет в ближайшее время на премьеру, вам задачка, посчитайте. Важный акцент режиссер сделал на концовке картины, а именно в финальных титрах. Я хочу попросить вас сидеть до конца фильма, до титров, потому что там вы услышите потрясающую вещь. Он еще не прибыл в Италию, его зовут Димаш Кудайберген. 25-летний казахский парень с вокальным диапазоном 6 октав. А дальше произошел небольшой каламбур. Элеонора Фанни, это главный продюсер картины, которую вы также увидите в кино, решила разыграть Пьера. Он приехал, он прибыл, браво! Закричала Элеонора. Пьер Джузеппе, кто приехал? Димаш, здесь? Я думал, что Димаш приехал и он сможет выйти на сцену, но он не смог приехать из-за ковида. У Димаша такой диапазон голоса, что он выходит за пределы двух тонов фортепиано. Так что это невероятная вещь. Вы можете увидеть его в правом углу, поющего во время титров. О боже! Какой он крутой! На этом режиссер закончил свой спич и передал слово следующему оратору. Что же классно им там у себя в Италии, смотрят отличное кино, развлекаются. А когда наш советский дерз сможет увидеть данную картину в прокате, пока не ясно. Сколько вы еще готовы ждать долгожданный поход в кино? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Обсудим эту тему вместе. Алга! Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все! ВОЗГЛИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСК